Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Меня зовут Яна, я куратор направления ЮМУ в открытом университете и хотела бы задать вам несколько вопросов о вашей йога-практике. Первый из вопросов будет о том, зачем йогой заниматься вообще в жизни, как она влияет. Так, вопрос, конечно, такой многогранный. Это всё то, что чувствую я. Ну вот недавно я со своим ребёнком проводили опыт эксперимента. Мы взяли определённое количество зёрнышек, посадили их в землю. Мы их посчитали, прежде чем посадить, мы их посчитали. Посадили в землю и наблюдали, когда зёрна наконец прорастут. Когда они проросли, мы посчитали, какое количество зёрнышек проросло. Вывод был очень удивительный. Кроме того, что мы наблюдали за этим процессом, ребёнок говорит, мама, оказывается, те зёрна, которые не проросли, они были удобрением для тех, которые проросли. Вот йога для меня, она вообще позволяет на жизнь смотреть очень объёмно. Не только как взаимоотношения человек с человеком, а как человек, сама составляющая природы, со всеми пятью элементами. И потом, исходя из того, когда ты уже чувствуешь себя, ты можешь понимать, кто с тобой рядом находится. Да? И нельзя сказать, что что-то хорошо, что-то плохо. Вот человеческий бы ум, он бы сразу сказал, что те зёрна, которые не проросли, они слабые, у них недостаточно силы. Ну, это эго, на самом деле, такое выращивается. Но если эго как сила для того, чтобы действительно взять эти зёрна, посадить, понаблюдать за этим, да, ведь какой ресурс, какая сила. То есть для меня йога – видеть всё объёмно, и хорошее, и плохое, и в этом всём понимать, что это всё зёрна, что это всё удобрение, что это всё, на самом деле, огромная сила. Вот я так могу ответить на этот вопрос. Спасибо. Спасибо. И следующий вопрос будет о ваших планах на 2018 год в плане здоровья. Окей. Тоже расскажу. Ну, вот таким незамысловатым языком я люблю, потому что, допустим, я общаюсь много с детьми. И детям, если говорить с точки зрения йоги, каких-то умных вещей, они не понимают. Точно так же очень многие люди не понимают, о чём, собственно говоря, мы говорим, и это очень сильно отторгает людей. Они думают, что йога – это какая-то религия, философия, замысловатость. Для меня в какой-то момент даже само слово «учитель» стало резать слух, потому что учитель… Вот вы у меня сейчас спрашиваете вопрос, задаёте вопрос, я чувствую, что вы учитесь этому, а я учусь тоже этому. И мы друг для друга очень хорошие учителя. Но это в том плане, как жизнь, да, вот как жизнь, обмен. И опять же, с детьми смотрим «Лунтика». Очень интересный такой, добрый, добродушный, открытый мультик. Мультик – это я, моё тело. Все герои, которые в этом мультике, – это я, который в моём теле. Что касается 2018 года, да, вот состояние пиявки очень для меня интересно. Хочется понаблюдать, кто я как пиявка. Состояние «Лунтика» очень интересно. Кто я как «Лунтик»? Гусеница, Кузя. Вот все герои, которые в этом мультике, – это же я. Ну как я на пиявку, допустим, могу закрыть там на этой клавиатуре, нажать кнопочку, и она во мне не будет звучать? И я вот представляю, думаю, вот «Лунтик», и нет пиявки. Интересно, насколько будут насыщенные и многограны этот мультик? Вот что-то не будет чего-то хватать, да, вот струны какой-то не хватает. Или «Лунтика» взять, убрать. Какое, да, то есть что-то вот такое, нет баланса, нет равновесия. Поэтому вот 2018 год – это такой баланс равновесия, принятие того, что вокруг меня, не просто на уровне знания, а вот та мудрость, которая с опытом, да. Вот есть человек, который похож на пиявку, я его вижу, но я же знаю, что во мне она тоже есть. Ну чего я буду выбешиваться? Но видя в себе эту пиявку, осознавая, я могу всегда этот ресурс по своему видению направить на что-то другое. Вот йога – это осознанность. Осознанность во всех действиях, которые ты совершаешь. Вот так я это чувствую. Спасибо. А скажите, пожалуйста, Светлана, какие препятствия йога помогла бы преодолеть в жизни? Препятствия? Вот даже то, что вы у меня интервью берете, это уже я делаю шаг к тому, что мой страх является моей силой. Да, я бы могла найти кучу аргументов, кучу обстоятельств, которые бы помешали это сделать. Ну если бы вот страх, я бы у него пошла на поводу. Ну я здесь, вы у меня спрашиваете, я отвечаю, опять же, чувствуя, что истинно я чувствую. Не где-то там прочитала, не где-то услышала, что мне кто-то что-то сказал, а то, что я чувствую. Вот, наверное, чувствуя себя и через себя проявлять себя в этом мире, вот она мне очень помогает. Ну, конечно же, физическое тело, да, стройное, потянуто, но сейчас оно для меня, это как бонус, 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 но не сама цель. Спасибо. А последний вопрос задам. Вы преподаете уже сколько? Преподаю, наверное, лет 5-6, да, преподаю. И каждый раз я другая, всё онича, всё меняется. Если даже кто-то скажет, вот, я там был у Светланы 5 лет назад, господи, это уже столько лет, столько воды утекло после того времени, я уже другая. Да, я Светлана, но во мне кнопочки, клавиши открываются, и резонанс совершенно другой. Резонанс – это как голос. Вот голос – это инструмент, проявление моей души. Я могу быть нежной, томной, робкой, да, такой вот застенчивой. А могу быть очень грубой, могу быть очень яростной. И это всё я. Вот, поэтому я на занятиях девочек очень обращаю только к тому, что прохожу сама, да. Был какой-то период, когда мы занимались только физическим телом. Это были для меня травмы, это были различные боли в теле. Мне хотелось доказать, да, доказать, что я могу там сесть в позу лотоса. Или доказать, что я могу стоять на голове. Независимо, неважно какой ценой, абсолютно не чувствуя. Тело, может быть, не готово было к этому. Но сравнение, да, вот мы же живём в мире, где все сравнивают. И говорят, о, там инструктор, посмотри, он стоит на голове. А ты что? Ну вот ты же не что. А мне очень хотелось, чтобы ко мне люди пришли и увидели, что я кроме того, что стоять на голове, есть ещё что-то. И вот так шаг за шагом, шаг за шагом, получается то, что есть. А как бы поза лотоса оказывается и стойка на голове, а она бонусом, бонусом приходит. И вот когда я отпускаю физическое тело, погружаюсь вовнутрь, смотришь, а ты уже и в лягушке сидишь. Смотришь, а ты уже и в лотосе сидишь. Ну это такой сумасшедший процесс трансформации. Очень и очень приходите в йогу. Но в самом деле йога – это жизнь. Это не просто на коврике. Вот то, что здесь позанимались на коврике, а в жизни как? В жизни это тот же самый процесс, только картинки другие. Вот так. Я благодарю вас, Светлана, очень-очень искренне. Спасибо. До встречи на йоге. До встречи.